Лозунг времен Великой Отечественной войны «Всё для фронта, всё для победы» в наше время приобретает самые разные очертания и смыслы. Так, жильцы дома ветеран благотворительного фонда «Металлург» по ОММК при помощи волонтёров организовали у себя плетение маскировочных сетей. Проект оказался настолько востребованным среди жильцов, что работа начинается ранним утром и завершается с наступлением темноты. На сегодня сплетено уже четыре сети, каждая длиной более 10 метров. Игорь Гурьянов продолжит. Тихий и ухоженный двор дома ветеран, точнее скверик, открытая терраса, где и происходит главное действие – плетение маскировочных сетей для нужд СВО. Изготовители – жильцы дома ветеран, возрастная категория 80+. Технический процесс может быть и несложный, но требует внимательности и усидчивости. Поэтому дамы сосредоточены на работе. Говорят, временами на кропотливую работу выстраивается очередь. На вопрос «Зачем вы это делаете?» отвечают кратко «Как же не помочь нам? Ведь наши дети». И в победу верят покрепче рассерженных патриотов. На инициативу откликнулись те, кто уже имеет опыт такой работы. В этом нам помогли два волонтера, которые передали свой опыт, подготовили нам конструкцию для плетения этих сетей, помогли сетками, подсказали с материалом. Их зовут Марина и Оксана. Работают они работники ОСК, по ОММК, у которых родственники служат на СВО. У предельщиц четкое распределение обязанностей. Одни режут ленточки, другие привязывают, третьи подравнивают и следят за цветовой гаммой. Совсем скоро природная зелень сойдет на нет. У наших помощниц фронту уже заготовлена белая материя. Вот так и выглядит воплощение известного нам с детства лозунга «Все для фронта, все для победы». Жильцы дома «Ветеран» плетут маскировочные сети для бойцов СВО, тем самым выполняя две важнейшие миссии. Они продлевают собственную жизнь, потому что нужны, востребованы, а это главное условие. И сохраняют жизни нашим бойцам, чтобы те не стали легкой мишенью для вражеского дрона «Камикадзе». Чуть поодаль от мастерист, но в том же сквере тихо сидит на скамеечке наша с вами история. Тяжелая, суровая и героическая. Геннадий Павлович Ковешников встретил великую отечественную восьмилетним пацаном. Про него и таких, как он, пишут в книжках. Когда мужчины ушли на фронт, к станкам и плугам встали женщины и дети. Ни чинов, ни званий, всю жизнь на заводе. Из таких, как он, сделан народ. Благодаря таким, как он, фраза «Эту страну не победить». В свои 91 Геннадий Павлович перечислил на реабилитацию раненых бойцов, внимание, 160 тысяч рублей. Да, с пенсии. «Ну, у меня деньги были, я пошел, положил 20 тысяч, а потом стал переводить каждый месяц по 10 тысяч на фронт. Сам не могу дыхать, так помочь ребятам. Как же с этим». Война – дело страшное и плохое, но временное. Искусство вечно. Уже внутри дома, в тиши конференц-зала расставлены мольберты, в буйстве красок идет занятие по арт-терапии. «Чуть подрагивают руки, которым по 80 и больше лет. Иногда кисть заходит за контур. Порой и кувшинчик кривоват. Но не качество рисования здесь главное, а то упоение, с которым наш золотой фонд отдается творчеству. Совсем как дети. Впрочем, почему как». «Душа. У старого и у малого душа открыта. Душа открыта миру. Душа радуется. Никто так не умеет радоваться, как маленькие дети и тот, кто прожил большую жизнь. Потому что душа накопила опыт, накопила события своей жизни и хочется ими поделиться». А лучшего инструмента для этого, чем творчество, рисование в частности еще не придумали. Программа арт-терапии является частью более глобального проекта ПАО ММК «Забота». Самые смелые работы начинающих художников оборвляются в рамки и становятся частью внутренней экспозиции, украшающей стены большого и приветливого дома ветеран. Игорь Гурьянов, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.